Я вернулась с регионов. Это надо признать и покаяться, пока не поздно. Второй момент. Я хочу сказать, что они видят административный ресурс, доминаторство. Прежде чем подкуп, надо говорить о том, что сегодня в Кыргызстане паутина административного ресурса. Учителя, которые получают опять тысяч самов, они плевать хотели на эту власть. Они говорят, мы не будем членами избирательных комиссий, мы не будем теперь подделывать фальсификации. Почему? Потому что административный ресурс, он доминирует. Третий момент. Их волнует то, что политики занимаются политикой дискриминации и насилия. Они идут туда с деньгами, улыбаясь, обманывая, хотя они сами коррупционеры. Покаятесь, пока не поздно. И надо понимать, что сегодня унижение человеческого достоинства дошло предела. Почему? Потому что вы не видите, как там сидят старики, видят вас по телевизору и насмехаются над вами. Поэтому я хочу сказать, что я благодарю Комитет гражданского контроля. Надо проводить еще в регионах, в семи регионах, такие круглые столы на разных языках. Я хотела бы попросить госпожу председателя Санкт-Петербурга о том, чтобы она добавила в принципе, которую она озвучила, что залог честных выборов – это демократичные. Это политическое пространство, среда должна быть благоприятной. Почему? Потому что граждане первичны, власть вторична. Поэтому господин Атамбаев, как главнокомандующий, как уже сказали коллеги, он обязан обеспечить нам, чтобы выборы были конкурентными, честными, справедливыми. И, конечно, принцип справедливости вам нужно добавить, госпожа председатель. Почему? Потому что это залог, что справедливые суды, справедливая прокуратура, справедливый центр избирком, участковые комиссии будут работать на граждан, а не на правительственную партию.